Приветствую вас, друзья, на моём канале Валентина Синема 2. В этом ролике я покажу, как своими руками можно сделать декоративные колонны. Я покажу вам, из чего можно их сделать и как установить. А вот что у вас получится, тут уже каждый может включить свою фантазию. Не спорю, что с магазинными колоннами меньше возни, но и цены у них не каждому по карману. У меня есть два уголка, вот таких, для отделки арки. Видите, как она красиво ложится. Сюда я поставлю вот такие две трубки. Я бы просила их на рынке, где продают линолеум. Затем монтажной пеной пропеню с двух сторон, чтобы трубка держалась более надёжно. И вовнутрь туда пены капну, чтобы она на полу прикрепилась. Затем я поставлю сюда вот такие статуэтки. Надеюсь, что арка будет смотреться очень красиво. Вот такие. Итак, я подрезала вот эту верхнюю часть. Отрезала по размеру второй уголок, который не гнётся. И сейчас я его буду приклеивать на один сантиметр с этой стороны. Я аккуратненько прикладываю, для того, чтобы не совпало вот здесь, по моим меточкам. Приклеила уголок с одной стороны и с другой. Если здесь я сделала дырочку, то вот здесь приклеила вплотную к самой арке. Я намазываю ещё один уголок. Одной рукой держу фотоаппарат, как обычно. Второй рукой мажу. Вот такими движениями. Наношу клей. Здесь, конечно, мне пришлось потрудиться, чтобы вырезать вот так вот неровно. Для того, чтобы оно вот сюда вот так вот вошло. Оп! А вот видно, да? Стыков нету, в принципе. Этот приклеился хорошо уголок. И вот я поставила уже колонны. Запенила с одной стороны и с другой стороны. А теперь я запенила и вот с этой стороны. Вот оно сейчас, пенка здесь вылазит. Видно, да? Ну и здесь то же самое. Запенила с двух сторон. Пена очень хорошо держится, поэтому колонна будет стоять очень устойчиво. Пена повылазила. Я ее пообрезала. И сейчас грунтую для того, чтобы хорошо держалась штукатурка. Я примерила, что мне нужны вот такие вот небольшие площадочки. Я отмерила. И сейчас ножом отрежу кусочек этого гипсокартона. Вот так легко он режется. Несколько таких кусочков. Вот я закруглила здесь кусочки эти со всех сторон. И вот такая будет площадочка. То есть я хочу поднять вот так повыше. Так колонна будет смотреться намного красивее. Ну, для того, чтобы вот залезть в каждую дырочку, я взяла мастикам, потому что здесь маленький угол. И большим шпателем сюда просто не подлезть. Я никуда не тороплюсь. Потому что мне надо все замазать аккуратно. Я делаю для себя. И вот я выровняла. Вот так. Вот я уже приклеила. И вот здесь подштукатурила. Оно сейчас сохнет. И у меня есть вот такой гнущийся молдинг. Я его приклею вот здесь. И внизу. Вторую я еще не приклеила. Она пока еще только стоит. Вот такой был вариант там же. Вот так они смотрятся издалека. Ну, здесь вот где-то так будет лепнина. Но я надеюсь, что получится очень красиво. И вам понравится. Обязательно напишите в своих комментариях под роликом, как вам мой мини-барельеф, так сказать. Сделала окантовочку наверху и внизу. И приклеила плинтус уже здесь. Вот такими движениями я наношу шпаклевку. Не толстым слоем. После первого раза шпаклевки я прошлась вот такой вот губкой. Потом погрунтовала. И сейчас наношу второй слой. С теми же самыми движениями. Только шпаклевку я уже развела более густую. То есть второй слой я уже накладываю более густой. Вот такой губочкой зачищаю, чтобы не было ни заусенцев. Чтобы оно было такое более-менее гладкое. Вот у меня залитой формы. Прошло несколько минут. И мы сейчас с вами будем вынимать из нашей формы. Видите, как мягенько оно отходит и вытаскивается. Вот такая штучка у нас получилась. Перед тем, как наклеивать, обязательно надо погрузить ведро с водой, чтобы оно набралось воды. И только после этого приклеивать к стене. Я буду делать барельеф в коридоре из этих штучек. А там, в принципе, я буду накладывать на большой слой шпаклевки. Правая и левая. Я налила вот столько водички. И вот у меня здесь гипс. Накладываю гипс сюда и развожу не густой раствор. Такой раствор, чтобы он лился. Даже не как сметана. Всё делаю на глаз. И теперь заливаю. Видите, да, что сложного в принципе ничего нет. Подливаю и повторюю. Он так растекается по всей формочке. Сегодня мне привезли двери. Вот такие они длинные, почти до потолка. Фабрика дверей называется Геона. Сегодня мне устанавливают двери. На эту арку я уже практически закончила делать колонны. Двери будут раздвижные. Вот они стоят здесь. И на следующей неделе мне привезут уже точно такие же двери на шкаф-купе. Надо сразу края эти зафиксировать. Засверлить. Дальше мы уже будем любые двери. Вот я наношу штукатурку мокрый шёлк люкс. Я немножко подлила воды, чтобы она была более жидкая. Естественно, здесь я не могу наносить шпателем. Поэтому наношу кисточкой. Чтобы попало во все вот эти вот неровности, которые я специально сделала. А вот здесь вот я в конце буду накладывать ещё другую декоративку. Буду выливать её из формочек. Ну и видите, да, как красиво получается. Это я тоже закрашиваю. Потому что она в цвет стен. И не страшно, что даже попадёт на стену. Предварительно я здесь прокрасила подложкой в цвет стен. Вчера в магазине купила вот такие молды. Вот такая роза с листиками. И листочки. Вот этот очень мягкий. Я думаю, что из него очень легко будет и хорошо выниматься. Пион. Видно, да? И роза с бутоном. Сейчас я буду заливать в них гипс. Купила я это для моих колонн. Потому что посчитала, что как-то куца смотрится без отделки. Наклеивать я буду вот сюда где-то. Для этого количества молда нужна столовая ложка воды приблизительно. Насыпаем гипс. Гипс должен быть не густым, таким жидким, чтобы он хорошо вливался в форму. И заливаем. И заливаем оставшиеся формочки. Можно и так. Немножко разлилось. Не бойтесь все делать своими руками. Это настолько интересно. Особенно, когда вы видите свой результат. Прошло около 15 минут где-то. И вот сейчас будем мы с вами вытаскивать, что же у нас тут покоя получилось. Вот видите, как легко. Вот такой пиончик. Дальше у нас. Видите, как легко все вытаскивается, да? Вот такая розочка. Дальше. Бутончик отвалился. Это не страшно. Вот это вот все мы убираем. Вот такая роза. И вот он, бутончик. Да, его придется приклеивать потом к стене отдельно. Следующая у нас роза. О, какая красавица. Ну и листочки. Ну, видите, как красиво. Вытаскиваем следующий. Вот он, красавица. И вот следующие листики все вытаскиваем. То есть вытаскивается все легко. Потом главное составить панно, сделать трафарет на него и перенести на стену, когда буду делать барельеф. Все это потом почищу. Вот еще мохозенький такой листик. Все это просто вот так счищается. И заливается все по новой. Ничем смазывать не надо абсолютно. Это совсем тоненькие листочки. Вот один. А потом ножичком подрежу. И второй. Все это потом вот так вот подчищается. И красиво наклеивается. Ну, так что всем удачи. Пробуйте. Все это делается очень легко. Ну, приблизительно вот такие вот композиции можно собрать и из того, что я уже вылила. А беру розочку и ложу ее в ведро с водой. Она должна намокнуть. Теперь я намазываю на нее шпаклевку и приклеиваю ее на свою колонну. Розочку беру на обратной стороне. Намазываю вот так шпателем, разношу. И приклеиваю. Вот так. Придавливаю. И вот уже я наклеила несколько розочек, листиков. И вот что из этого получилось. Когда это высохнет, я буду раскрашивать. А следующая серия из сериала «Ремонт за призм в квартире за призм» выйдет на следующей неделе под названием «Как красиво раскрасить розетку под люстру». Почему за призм? Смотрите вот эту первую серию. Как накопить на квартиру благодаря криптомонете призм. Или как сделать шикарный ремонт благодаря криптомонете призм. И если вы решите начать парамайнить монеты призм для того, чтобы получать ежедневный пассивный доход, то нажмите на ссылку под роликом и переходите на сайт «Паровоз призм». На этом сайте изложена вся информация о криптомонете призм. От создания кошелька, есть все ролики, и до вывода, купли и продажи монеты на биржах. В 20-м пункте на вопрос «Кто вам рассказал о криптомонете призм?» не забудьте указать название моего канала «Валентина Симма-2». Да, я понимаю, что мало кто знает, что такое криптовалюта. И даже те, кто слышал о криптовалюте биткоин, большинство из них не догадываются, что на сегодня на CoinMarketCap зарегистрировано более 10 тысяч разных криптомонет. Кроме биткоина. Именно на криптовалюте миллионы людей научились уже зарабатывать и получать ежедневный пассивный доход от парамайнинга или от трейдинга. Но для многих криптомир – это темный лес. И тем не менее, друзья, в это нужно вникать. И чем быстрее вы начнете изучать цифровую экономику, тем лучше для вас и для вашей семьи. Мы давно уже пользуемся цифровыми деньгами через банковские карточки. Но на пороге уже новой блокчейн-технологии. Понимаете? Эта тема все чаще обсуждается на телевидении и в госструктурах. Так что опережайте события сами. Именно знания по финансовым криптовалютным сделкам помогут вам оказаться впереди паровода. Ведь возможность косить грибы косой есть только у того, кто идет впереди толпы. Так что просыпайтесь. Настали другие времена. Никто о вас уже заботиться не будет. Ни ваш начальник, ни ваш директор, ни глава государства. Учитесь зарабатывать столько, сколько вам нужно для достойной жизни. А не столько, сколько вам начислят на вашей работе. Вот так вот смотрятся мои двери. С такими моими колоннами. Конечный результат колонн я покажу, конечно же, в последнем ролике из сериала «Ремонт за призм в квартире за призм». Жду от вас комментариев под этим роликом. Как вам понравилась работа своими руками. А на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. С вами была Валентина Синема-2.